Что же, привет народ! И как вы знаете, Ведьмак это игра про выбор. И если ты выберешь что-то одно, то что-то другое может не произойти. Так что, ребята, давайте начнём с того, что мы с Сианой находимся в стране сказок, и у девочки со спичками есть ленточка. Мы её с вами в прохождении взяли, так что же будет, если мы её не возьмём, ребят? Что же тогда произойдёт? Сигаретку добавить. Что, играть с тобой в Гвинт или платить за ленточку? Да иди ты, я не буду этого делать, всё. Всё, Сиана без ленточки остаётся. А меч-то годнячок, и бронька-то годная, только тяжёлая. Эта же броня у нас какая-то, да тоже тяжёлая. А, блин, она здоровье меня не восстановит, хотя она его мне даст, честно говоря. Ай, давайте её оденем, будет у нас Геральт, рыцарь в сияющих доспехах. С сияющим мечом. А находится этот доспех, ребята, вот здесь. Вот, вот прямо, вот прямо тут, напротив башни Рапунса, и к нему ведёт огонёк, который встречается рядом с озерцом. Главное её, ребята, или же знать, где лежит доспех, или идти за огоньком. Вот он встречается, вот, вот тут. Не пропустим. А ещё, ребята, вы можете поставить лайк за радугу, ну и за то, что я прохожу альтернативные вариации квестов. И да, ребят, я собираюсь пройти не только развилку этого квеста, но и развилку с нашим лысеньким вампиром, которого проспылилили в трейлере. Ну и прочее, ребят, сборка брони, турнир по Гвинту, в общем, всё, что осталось. Кстати, скидывайте мне в личку ВКонтакте сохранения. Налепишите, что они хотя бы у вас есть. Где есть эпилог с Трис и Цири, потому что их я получить не могу, иначе как бы не пройдя всю игру заново. Это очень много часов, и я на это не готов. Потому что сохранения, где я бы смог посмотреть эпилог с Йеннифер и Цири, очень бы помогли. Я прощаю тебе, но нам пора расстаться. Как жаль. Вот что бывает, когда ты не берёшь ленточку в стране сказок. Да-да, вот это результат того, что мы не взяли ленту. И бой с боссом вроде бы отменяется. Или нет? Что ты сделал? Что должен был? Что она заслужила? В Баклер вернётся мир. К рассвету вампиры исчезнут из города. Я уйду с ними. Очень далеко. Подальше от людей. Можете попробовать мне помешать. Тогда я убью и вас. Хотя вовсе этого не хочу. Ваше решение. Мы его уже убивали. Это, ну, по сути, ни к чему не приводит. Поэтому на этот раз я приму решение. Можешь уйти. Ты можешь уйти. Но если мы ещё встретимся, я буду соблюдать дистанцию. Поверь. Геральт, Регис, прощайте. Прости. Я знаю, что поклялся её хранять. Но всё случилось так быстро. Что мы наделали? Мы отпустили убийцу. Разве не этого ты хотел с самого начала? Надо сообщить Анне Генриете. Геральт, она тебя... Знаю. И всё же придётся ей сказать. Интересно, что же будет теперь? Раз сестра мертва, я её не уберёг. Вампира мы не убили. Чувствую, что она не обрадуется. Даже если я скажу, что это ведьмачьи методы нового поколения. Знаете, этим мне и нравится ведьмак. Что действительно мой выбор что-то решает. А не... Как-то бывает в других играх, что выбор это чисто моральное... Ну, твоё мнение, так сказать, что ты или хочешь быть плохим, или хорошим. Здесь выбор действительно решает. Что в игре произойдёт, и что будет, а что не будет. Я должен сказать, что даже в основной игре по ведьмаку этого не было. То есть, именно в этом DLC такое появилось. Можно спорить, что такое есть с Трис и Йеннифер в отношениях, но... Но это не то же самое. И Геральт стал заключённым за то, что сделал. Круто. Теперь я заключённый. Эй, Геральт из Ривии. Эй, картавый. Мне? Ничего. Я Жак Красавчик. И у меня уже всё есть. Вот думаю, не надо ли тебе чего-нибудь. Что ты можешь достать? А что конкретно ты мог бы достать? Конкретно? Всё, что только может захотеть гость этого милого приюта. От порядочной жратвы, которая не выжжет тебе кишки, и до фиштаха. Как-то я даже привёл неплохую тёлку. У одного сидельца была как гиперактивность надпочечников, или как её там. Понимаешь, на воле-то я никто. Простой батрак. А здесь, на киче, я настоящий король. Вот ты, вот король, король параши. Давай, давай, ты меня знаешь. Да ты меня знаешь. Знаю. Сильно сказано. Я знаю только, что тебя отрядили вместе со мной работать в прачечной. А ещё знаю, за что тебя упрятали. С этой стороны я знаю каждого, кто сюда попадает. Ну, расскажи. Интересно послушать твою версию. Княгиня наняла тебя, чтобы ты нашёл Баклерского убийцу. Ты его нашёл, разумеется. Но тот успел завалить сестру, нашей Анриетки. К тому же, убийца, как в воду канул, исчез с лица земли. Хотя в его случае, вернее сказать, рассеялся, как туманная мгла. Хм, вижу, ты неплохо осведомлён. Лучше всех в этой кутузке. Княгиня на тебя наехала. Хотя раньше она срать на свою сестрицу хотела. Вот теперь ты ждёшь суда и приговора. Раз уж ты так много знаешь, может, ещё одну вещь скажешь? К чему меня приговорят? А, этого никто не знает. Наша Анриетка, что у неё в жопе взыграет, то она и делает. Пойди пойми, какое полужопе у неё зачешется. Только бежать не советую. Пока ты обычный заключённый. А вот если сбежишь, тут же станешь врагом короны номер один. Я никогда не понимал. Знаете, так странно. То есть я сижу в тюрьме, где люди сидят за то, что украли зубочистку, и я сижу за то, что я случайно не доглядел, и сестру убили. То есть я сижу... Я не знаю, это просто странно. Я думал, я буду сидеть в какой-то отдельной камере, где будет... Железная Дева или типа того. Ну, знаете, Железная Дева, саркофаг с клиньями. Он закрывает и тебя протыкает. То есть я о чём-то таком думал. Видимо, Аннагелет снисходительная. А тебя за что посадили? Да, за всякое. Негде мне было жить. Хотел я где-то перезимовать. Короче, обокрал лавочника. И здорово на том погорел. Приговорили меня к штрафу, а раз денег не было, заменили штраф на порку. С тех пор-то я и устраиваю всякое мелкое свинство важным шишкам. Как-то раз я отрезал хвост жеребцу графа Бавё и получил полтора года. А в этот раз насрал в парадный шлем маршала Деллистака. Дело серьёзное. Три года. Три года тишины и спокойствия. А как выпустят меня, так я снова какую-нибудь пакость учиню. Такие мои планы на жизнь. Карьерные виды, можно сказать. Так что пойдём в эту хратишную, я бы побыстрее с этим закончил. Пойдём-то, но конечно пойдём. Я-то рад, что мы будем вместе работать. Требьё воняет, как блевотина на солнышке, но ты привыкнешь. А кто работает, тому дают больше хлеба. Хартавит прям такое. Очень хорошо. Гвардец. Мне интересно, если я их не применю. Нет, делать нельзя. А что это за... Постойте, тут задания всё-таки имеются. Поговорим. Что, сука, уставился? Подзорную трубу забыл? Играть будешь? Ну, знаете, растат задания. Глядите на него. У самого кроме говна поставить нечего. Ещё спрашивает. Может, на твою рубаху? Ты-то что ставишь? Хлеб. Я тут отложил для Стефана, но в крайнем случае пусть поголодает. Стефан, это кто? Твоё какое дело, крыса? Так что, играешь? Стефан, это его любовничек. Я сыграю. Я сыграю. Тогда давай. Что ж, давайте, ребята. Нет, просто мне интересно, раз это висит как квест, то надо как бы взяться за дело. Музычка будет или... Походу мы играем без музыки, ребят. Видимо, в тюрьме с музыкой играть не полагается. Так что ещё возьмём? Кого ещё возьмём? И кого не возьмём? Ну, я даже не знаю, какой-то сложный выбор. Ладно, заменим карту смерти. В итоге выпала какая-то такая карта. Вообще колода какая-то. Блин, надо было бы вот тебя выкинуть. Ну ладно. Молодой берсерк. Постойте, это карты с Келлиги? Вломить? Я ещё не находил ни одну. К сожалению, но хочу этим заняться. Хочу отыскать карты. Вот прям все-все карты для Гвинта, не знаю, мне кажется, что это я вряд ли найду. Но, в принципе... Нифига он его обаффнул до Медведя. Прикольно. Прикольная у вас карта. На Скеллиге. Вообще идея отличная. У всех фракций есть же свои карты. А вот у... С Келлиги нету своих карт. Ну, Тусанту-то зачем свои карты? Мне кажется, здесь уже без нужды. Так, Раша, давайте... Давайте кинем кого-нибудь попроще. Чисто для победы. Отлично. Может, с картами Шавуру можно посмотреть? Можно. Только невежда преуменьшаю значение мифов. Это, видимо, способность какая-то превращать. А в рай... Тишся молодой Вильдкарл. А-а-а. Понятно. Он ещё и копится умеет. Что-то дальнобойная атака. Странно. Я бы в ближний бой его скорее записал. Ладно. Трис. Трис, давай в действие. В действие. Сейчас кого-нибудь восстановят. Миш позвал. У нас одни герои. Потому что прям город героев настоящий. Войтельница клана Друманд. Легкий дракар. Они размножаются. Жалко, мы с Хроником так и не сыграли в Гвинт. Но я думаю, мы с ним ещё сыграем. Он ещё, так сказать, не ушёл кое-куда, ребят. Ещё не свалил от нас. Ну-ка. Военный дракар. Давайте так, давайте отзовём. Просто, чтобы посмотреть, какие карты дальше будет разыгрывать наш товарищ. А что это у неё за карты? Что это за балерина танцующая? Лютика. На баф. Крахан крает. Король должен быть мудрым. Блин, он показал, что он как балерина танцует. У края должны быть яйца. Вот так вот. Бей, круши, топи. Что, мы до конца идём, да? До победного? Валютика. Перебор. Ну, для меня это конец раунда. Если у него там две какие-нибудь крутые карты, то я окажусь в... Да. Я проиграл. У кого-то одна карта, у кого-то ноль. Ну и всё, это сокрушительное поражение без хлеба. Всё, хлеба есть не буду, буду худеть. Осрал. Глуповат ты ещё выигрывать в арестантский гвинт. Это ты так думаешь? Это не я так думаю. Это факт. Давай рубашку. Больше с тобой играть не будем. Время зря терять. Да вы издеваетесь. Какой я не хочу рубашку отдавать. А ты неплохо накачан. Накачан. Поопражняемся вместе. Ну, понятно, для Стефана там хлеб берёг, всё ясно, всё. Всё стоит понятно. После некоторой переигровочки я победил. Сука, раздел меня. Из-за тебя Стефан пойдёт спать голодным. Мне жаль. Ой-ой. Жалко. А не надо было проигрывать. На этой тюрьме больше с тобой никто играть не будет. И смотри, чтобы на мыле не подскользнуться. Это вот сейчас скажешь. Про определённый угол наклона. Когда ты берёшь молву. Всё же, давайте спустимся вниз, ребята. И да, нам дали... На что в инвентаре? У нас куча... Вообще у нас куча всего, ребят. Несмотря на... То, что мы в тюрьме с вами, деньги у меня не отняли. Я до сих пор богач. Я тюремный богач. А хлеб-то где? А, вон. Хлеб. Ну-ка. Ай. Мыло. Там ещё какое-то задание наверху. Только вот я хз где она? Так, хорошо. А тут что? Грязная одежда. Ещё грязная одежда. Сложить всё в бочку. Где? А, это, посмотри. Бочка не здесь. Отлично. Я работаю прачкой. Мне нравится. Мыло. Ну, я думаю, готово, да? Всё? Дальше само? Бери палку и мешай тряпке. Вода уже почти закипела. Постирать. Геральт, у тебя невидимая палка, если что. Посмотрим, как Геральту тюремную жизнь зайдёт. И да, кроме хлеба мы не получили никакой новой карты. Я бы знал, если бы получили. Кого я вижу? Защитник оборванцев угодил за решётку. Как же так случилось? Ой-ой-ой, что ж ты теперь? У княгини не в фаворе? Как же так? Отвали, я занят. Слышали? Врачка занята. Боюсь, придётся тебя отвлечь. Помнишь нашу первую встречу, защитник чистильщиков? Вы тут разговаривайте. Не буду вам мешать. Да. Спасибо за помощь, Жак. Ты на киче, земляк. А тут главное одно. Выжить. Потому никто за тебя башку подставлять не будет. Вот ты остался. Хе-хе-хе. Займитесь чем-нибудь полезным. Да. Нам ещё достирать нужно. А то отправят нас в карцер. Эй! Вы что, не видите? Мутант нас околдовать пытается. С нами эти фокусы не пройдут. Нас-то трое. Троих разом не заколдуешь. Берись за доски, мужики! Я слева зайду. Не разделяться! Ну вот не на кулаках, мы палками дерёмся. Давай, Гераль, палочный мастер. Что тут творится? Ведьмак палку взял в руки. Ничего. Один стоит из... Я не тебя спрашиваю о того, что лежит. Ничего не хочешь мне сказать? Я на мыле подскользнулся. На мыле ты поскользнулся. Ага. А я помочь пытался ногой. Тут же прачечная. Ублюдки. Все пойдёте в карцер. Там у вас будет много времени подумать о своём поведении. Уж я об этом позабочусь. Я ничего не сделал, чтобы ты пугал меня карцером. Не возникай. Мельтон был моим двоюродным братом по отцу. А ты дал ему умереть. Мало тебе, княгиня, денег заплатила. Я приехал слишком поздно. Я не успел. Когда бестия разорвала сестру нашей княгини, ты тоже не успел? Будь моя воля, тебя бы уже повесили. И да, с Мельтоном мы не могли помочь. Смельтон, помните, это чувака, которого в начале мельницы придавило? По-моему, это он. И его спасти нельзя никак. Ты тут по своей воле или тебя тоже посадили, Стефан? Что думаешь, выйдешь на волю, нажрёшься от пуза, да? И чудится тебе... Баранья ножка. Пропечённая снаружи и сочная внука. О, да, чудица, чудица. Люблю бараньи ножки. Что значит батрак из Ривии? Ну, вроде я. Пойдёшь со мной? Есть приговор по твоему делу. А, отлично. Какой? Говно рукой. Я что, справочное бюро? Руки за спину, надо тебя связать. Говно рукой. А как же Стефан? Он со мной? Без фокуса. Или как? Мой единственный друг. В этом годишеньке. Ну, готовься. Скоро кончатся все твои беды раз и навсегда. Знаешь, куда ведёт эта дорога? Надеюсь, тут выхода. Да ты прям как знал. Только выходы бывают разные. Одни этой дорогой выходят на свободу, а другие на тот свет. И какой выход ждёт меня? Не знаю. Но можешь быть уверен, той же дорогой не вернёшься. А, всё понятно. Я вижу, я вижу, я всё вижу. Я не слепой, господин Стравец. Курлык, курлык. К супругу Подчашева. Женщина в тяжёлом состоянии. Подсудимый признан виновным. Это был несчастный случай. Я быстро скакал, но она прямо бросилась под копыта. В связи с вышеизложенным приговор. Смертная казнь через отечения головы. Нет, я ведь ничего не сделал. Люди! Должны быть какие-то свидетели. Привести в исполнение. Следующий. Поль, забирай ведьмака и веди его в башню. Таков приказ. Приказ ты, приказ. Значит, и не ты будешь следующий. За мной. В башню? Марш за мной. Я что, принцесса? Я не люблю ублюдков, которые сюда попадают. И делаю всё, чтобы они почувствовали, что они в тюрьме, а не на каникулах. Какой вид. А что мы сматриваем? Мы вроде как в тюрьме, а не на смотровой площадке. Вашу светлость, я привёл заключённого. Развяжи его и оставь нас. Здравствуй, ведьмак. Твоё лицо досталось же тебе. Что произошло? Город был атакован. А я не собирался прятаться под кроватью. Очень похоже на то, что он говорит, если всё хорошо. Мои шрамы, ничто в сравнении с тем, что случилось с Сианной. Из-за тебя. Я тебе поверил. А ты? Чем ты мне отплатил? Как ты думаешь, зачем княгиня поместила Сианну в безопасное место? Прости. Можешь мне не верить, но... Я правда не предвидел такого развития событий. Мне очень жаль. Довольно. Хватит об этом. Кажется, принято решение по моему делу. Тебя что же? Только собственная шкура интересует. Есть ещё кое-что. Ну, давайте есть ещё кое-что. Просто очень интересно, начало диалога про шрамы, оно даже в хорошем варианте, где Геральт спасает Сианну, присутствует. Вот это, а вот эти слова про то, что он Сианну не уберёг, а этого уже нет. То есть, ну вот интересно, как используются одни и те же фразы. Как я понимаю, это, наверное, для экономии, не знаю, то ли по озвучке, то ли ещё что-то. Вот, ну, не знаю, не знаю, почему так делают. Наверное, для экономии. Времени. Не знаю, есть ещё кое-что речь о моей жизни. Давайте ещё кое-что. Будем давить на жалость. Может, нас выпустят? Ну, ещё меня интересует, как себя чувствует княгиня. Надеюсь, в отличие от тебя, она не стала сваливать на меня всю вину. Твоим делом занимался суд, а не Анна Генриетта. Факты таковы, что тебя наняли, чтобы убить бестию. А ты не только не убил её, но и стал причиной смерти сестры нашей княгини. Скажу тебе так. Если бы это зависело от меня, ты бы сгнил в нашей темнице. Я рад, что твой голос не был решающим. В любом случае, думаю, что о решении по твоему делу тебе должен сообщить человек, который сделал всё, чтобы тебе помочь. И кто же это? Ты о ком. Что ещё за человек? Лютик. Гер, ты так удивлён, будто дух улыбал. Уверяю тебя, если бы я увидел дух, я был бы удивлён, как раз. Гораздо меньше. Что ты делаешь в Баклере? Официально навещаю Анна Генриетту. То есть, княгиню. Ну, ты же знаешь, мы старые друзья. Они официально спасают твою задницу. Ты? Но ты же в Тусэнте персона нон графа. Ну, как видишь, ради тебя я рискнул шею. Для меня в жизни существует только дружба. Любовь только. Искусство, да? Вино ещё там. Да, ребят, помните, во время стрима вы мне говорили, что Лютика обещали в дополнении. Просто я за этим не следил, я трейлеры не смотрел. Только вот немножко геймплея, демонстрацию до выхода дополнения. И ранний тизер смотрел. Но про Лютика я не знал. И вот он, Лютик, ребят, обещанный. В собственной персоной. И очень приятно, что разные решения в игре приводят все эти разных персонажей, ребят. Это очень приятно. Потому что, ну, блин, ну, не знаю другой игры, в которой есть такое, что от твоего решения зависит, ну, львинная доля сюжета. Всё-таки офигенное дополнение. Давайте узнаем ещё какую-то информацию. А как вы считаете, круто ли это или... Или не знаю, или вам как бы было всё равно. Мне нравится. Это серьёзно, это шедевр. Это шедевр. Откуда ты узнал, что я в тюрьме? Вскоре после того, как тебя посадили, меня навестил Реймс. Он жив. Невероятно, правда? Потрясающе. Он рассказал мне всё, что здесь случилось. Как ты понимаешь, я не мог оставить тебя в беде. Как я понимаю, я на свободе благодаря тебе. Но как? У меня есть свои способы. Я использовал логическое убеждение, виртуозную риторику. Всё это приправил глубокой благодарностью, и вуаля, ты свободен. Сколько денег-то в это вбухал. Ты должен знать, что это было нелегко. Более того, это было очень трудно. Княгиня была в таком бешенстве, что кажется, даже забыла, что сама запретила мне показываться в буклере. Она кричала, что ты никогда не выйдешь из темницы. И как ты убедил её изменить решение? Я сослался на добрые намерения, которыми ты руководствовался. Напомнил о твоих заслугах, и в конце концов, княгиня признала, что я прав. Посему ты свободен. Но Анриета не желает тебя больше. Я даже договорился, чтобы у тебя не отбирали виноградник. Ты, правда, не получишь некрона в награду, но землю сохранишь. Так, Лютик, ты настоящий мастер-дипломатик. Благодарю. Ты там доделаешь, что тебе надо закончить, а я на кладбище. Анриета в очень плохой форме после смерти Сиана. Люди забывают, что княгиня, между прочим, человек, и она потеряла родную сестру. Как там Пресцилла? Скажи мне ещё, как там Пресцилла? В порядке. Приходит в себя после тех чудовищных событий. То есть вы вместе всё ещё? Разумеется. Но как ты мог думать иначе? Понятия не имею, что мне взбрело в голову. Только прошу тебя, смотри, чтобы Анна Генриета не подумала, что твоё возвращение значит нечто большее, чем желание вытащить меня из тюрьмы. С княгиней в эту минуту меня соединяют исключительно дружеские отношения. Ах, а теперь пойду утешать подругу в беде. Ну, ладно. В таком случае до встречи. До встречи. Пойдём, получишь свои вещи перед выходом. На мной. Идём к выходу. То есть, всё это... То есть, я реально свободен. Как я понимаю, убийство вампира ничего не меняет. То есть, он бы, наверное, тогда сказал, что... Несмотря на то, что ты убил там... Убил бестию, ты не спас... Сиану. Ну, то есть, я думаю, что вот это вот не решило бы ничего. Так что я решил не убивать. Не убивать Детлафа. Ну, смысла тут не изменилось бы ничего. В этом смысла не было. Это я вам точно могу сказать, ребят. Что ничего бы не поменялось. Кроме одной строчки диалога. Ну, пойдём. Рубашечку сувенирную и штанишки возьму. Можешь их забрать или тут, красавчик. Да, выставят, как выходит батрак из вещей. Всё, пошли, ребят. Давайте немножко пробежимся в этой одежде. То есть, покажем обществу, что я только что вышел из тюрьмы, и меня надо бояться. Или же ты сам оденешься? Нет. Какой довольный, Геральт. Нравится на свободе, да? Да, нравится? Недаром так долго дела сидели. Ну, с чертами ещё увидит кто-нибудь. Нехорошо выйдет. Я очень рад тебя видеть, друг мой. Я тоже рад, вампир. Хм. Спасибо, что притащил сюда Лютика. Да не за что. Правда, сперва он не слишком рвался встречаться с княгиней. Но я сумел его убедить, что здесь он незаменим. Отличный ход. Лютик любит быть незаменимым. А это так редко ему удается? Ты-то что делал, пока я... Пока ты торчал в этом общественно полезном месте. Я размышлял. Хочешь знать о чём? Разумеется. Я думал о числе жертв Деплопа в сравнении со списком рыцарских добродетелей. Как ты, наверное, сам догадываешься, у нас не хватает одной погиблии. Только не говори мне, что после всего, что мы открыли, ты вдруг начал верить в теорию пяти добродетелей. Дело не в вере. Это чистая логика. В Сиане было важно, чтобы люди уверовали в существование бестии, карающей тех, кто идёт против добродетелей. Я бы на её месте позаботился о том, чтобы число жертв совпадало. А тебе неинтересно, кто должен был быть пятым? А если интересно, тогда что? А тогда пойдём со мной поговорим ещё раз с чистильщиком обуви. Я узнал, что это он доставлял записки Деплопу. С него и надо начать. Мне интересно, а что изменится? То есть Анна Генрета меня видеть не хочет, награду мне не дадут. Соответственно, какую концовку... А давайте до конца пойдём. Мне интересно, какую же концовку тогда мы получим, если как бы награды мне не будет. Или будет. Всё равно. Плохая мысль, хорошо, пойдём. Я даже не знаю. Плохая мысль, хорошо, пойдём. Да ладно, пошли. Хорошо, давай с ним поговорим. С удовольствием пройдусь хотя бы за тем, чтобы размять кости. Тогда пойду. Пешком или через Хатстану пройдём. Красивый вид. Мне кажется, на Швейцарию чем-то похоже. Я там никогда не был, но почему-то, вот я думаю, что очень похоже на Швейцарию. Такие горы вдалеке, потому что Франция нет, там горы, ну не везде, не везде есть горы вдалеке. Франция там, по крайней мере, центральная часть больше поля и холмы, чем такие вот горы. На Швейцарии подходят, такая долина, тёплая, куда солнышко попадает. И тут же горка, чтобы на лыжах покататься. И снова долина. О, дяденька с мечами. Выглядите так, будто вас кто-нибудь съел и отпрыгнул. Прошу прощения. Так что, почистим обувку. Чистая обувь прежде всего. Прошу. У меня нет обуви сейчас, как вычистить будет. Опять? Милости просим. Сам я за свободу слова. Так что любыми сведениями охотно поделюсь. А чтобы вам и обувку не вычистить по случаю. Да, сапог. Могу надеть. В таком случае, воспользуюсь приглашением. Один мой друг говорил, что обувь должна быть столь же чиста, как душа. Одел сапоги. Зеркало души. Отличный слоган. Насчет писем. Ну, это, я думаю, будет повтор всего, что было. Все, теперь я одет, как подобает. И потлат, как подобает. Ладно, пойдем в ночлежку, ребята. Тут ничего не меняется. Вот мы с вами проходили, тут все, все идентично, как я понимаю. Как вы помните, нам дают письмо, которое называет пятую жертву, Анну Генриетту. Но письмо от Сианы. То есть, дело-то в том, что Сиана мертва. Так кто, весь приговор будет исполнять? У меня еще остается вопрос. Детлов, он ушел, он это письмо не получал, он исполнять это, ну, как я понимаю, не будет. Было бы очень странно, если бы он стал. Письма он не видел. Сиана мертва. Соответственно, кто приведет договор в исполнение? Вот мне это интересно. Книгиня была последней целью, Депп. Определенно. Сперва четыре, вроде бы, случая. Сиана отомстила, не привлекая к себе... Если бы ей удалось довести план до конца, никто бы не усомнился в том, что Анна Генриетта пала жертвой собственных проступков. Вис Баклер знал, что княгиня не слишком сострадательна. Этим бы ее смерти объяснили. Зачем бы Сиане убивать сестру? Из жажды власти? Из зависти? Из врожденной склонности к злу? Да, да, и еще раз да. Все три объяснения годятся. И не исключают друг друга. А что дальше-то? Ну и да, к счастью, к ней не в безопасности. Остается догадываться, что двигала Сианой. К счастью, княгиня уже в безопасности. Думаю, мы можем это утверждать. После смерти единственной претендентки на корону, жизнь княгиня оказалась вне опасности. Что весьма необычно для монархов. Ну что теперь? Теперь мы выпьем. Разве что ты, как справедливый ведьмак, решишься рассказать княгине о нашей народе. Сперва я хочу уведомить. Ну давайте попробуем ее уведомить. Думаю, Анна Генриетта все-таки должна все узнать. Как знаешь, я подожду тебя на мэр Лошес. В компании горячего отвара из мандраковой. И это уже будет финал. Нет. После всего, что здесь устроил Детлов, тем более после смерти Сианы, я предпочитаю во дворце не показываться. Что же, расскажем о Анне Генриетте. Потому что если мы сразу пойдем с ним пить отвар из Мандрагора, начнется финал, который мы с вами тоже уже видели. Там уже нет отличий, хорошая или плохая концовка. Мы получаем один и тот же финал, где мы с нашим дорогим Регисом пьем и обсуждаем прошлое и будущее. Ну и эпилог уже зависит не от наших принятых решений. Что же, давайте отправимся на кладбище и посмотрим, как пройдет разговор. Блосчастная дверь! Вот. А ты что здесь делаешь? Забыл, что убийца, которого ты должен был покарать, бежал? А сестра книги не убита. Уверяю тебя, я бы не пришел сюда просто так. Но я узнал нечто, что может заинтересовать Анну Генриетту. Сперва. Докажи это мне. У меня есть письмо, которое Сиана написала убийце. Хорошо, входи. Но я не ручаюсь за ее высочество. Она оплакивает сестру в королевской усыпальнице. Ее сопровождают Викон де Леттенхо. Не забывай, Анну Генриетту. Отчаяние подобно небу во время дождя. Рано или поздно солнце выйдет из-за тучи. Не твою сестру убили, Лютик. Поэтому тебе легко говорить. Моя жизнь тоже не была усыпана розами. Да, мою сестру не убивали. И не было у меня сестры. Но я много раз терял... Ах, не важно. Ваша милость. Как ты смеешь приходить сюда, после того, что произошло? Спокойно. Геральт наверняка здесь не просто так. Правда, Геральт? Состратная не была подлым человеком. Подожди, забрасывают меня оскорблениями. Возможно, тебе следует знать, что Сиана была подлым и жестоким человеком. Кто ты такой, чтобы судить мою сестру? Кто дал тебе право? Я человек, который расследовал дело бестии из Баклера. Я нашел письмо, которое Сиана написала убийцам. Может, тебе и правда Сиана его прочесть? Только ваше. Лютик, прочти его. Слух, для меня. Вот уж королевские замашки. Читать даже не хочет. Все и прочти. Я понимаю, что о мертвых или хорошо, или никак, но... В принципе. Теперь займись княгиней. Анна Генриетта понятия не имеет, что такое сочувствие. Ее сердце холодно. Ты вырвешь кусок льда из ее груди. Моя сестра не могла такого написать. Есть доказательства. Нет. Не верю. Кто-то хочет очернить ее в моих глазах. Я не допущу этого. Вы слышите меня? Спокойно, Нейта. Все хорошо. Нужно уничтожить это гнусное письмо. Слышишь? Чтобы никто никогда его не прочитал. Никогда. Она понимает, что ее сестра сама просто поверить не может. А ты убирайся отсюда. Это все ты виноват. Убирайся, слышишь? Не желаю тебя больше видеть. Никогда не поверю, что она была способна на что-то подобное. Лютик, скажи, что это неправда. Скажи, что это неправда. Она смириться с этим не может. Геройт, уйди же. Прошу тебя. Сейчас к ней не нужен покой. Видимак, любитель обидеть княгинь. И... Не очень все получилось. Она обрушила на меня весь калейдоскоп своих эмоций. В ускоренном режиме. Как я понимаю, она не бросилась тебе на шею в благодарность за спасение от сестры убийцы. Не срослась. Ты правильно понимаешь. Я не удивлен. Хорошо присутствие Лютика смягчило ситуацию. Как ты догадываешься, Сиана была мне не слишком симпатична. И все-таки мне очень жаль, что я не смог ее защитить. А что, ты все еще винишь в случившемся себя? Глорит. Все еще глорит. Ну, тогда выпей. Мне всегда казалось, что ты... Крайне сложная натура. И не признаешь таких простых решений, как топить горести в вине. Есть такие горести, от которых просто... Нет другого лекарства. Возможно. Баклеру больше ничего не грозит. Но меня вот что интересует. Детлов жив. Как думаешь, Ани Генриэте еще может угрожать опасность? Нет. В его понимании, он больше ничего не должен сянуть. Нет причин нападать на кого-то еще и дальше оставаться в Баклере. Я надеюсь. Хотя мне на его месте было бы жаль уезжать. Ах, холера. Да чего тут красиво. Пьянка не такая веселая, как в случае с награждением. Получается. Но вот здесь, я думаю, все будет так же, потому что... По сути, мы уже обмыли кости. Обмыли дело. А, кстати, еще мы Мандрагору с ним не искали, с Регисом. Я бы сказал, вот в чем различие. Ну и в гостях хорошо. Здесь все... Все, я думаю, будет абсолютно так же, как и в эпилоге, который мы с вами видели уже. Он на моем канале есть. Можете посмотреть. Это отдельное видео. Что же, и я не мог, я не мог не выбрать еще один вариант ответа. Мы ответили с вами подлым человеком. Давайте теперь ответим, я не хочу беспокоить к нигде. Посмотрим на ее реакцию в этом случае. Я пришел не за тем, чтобы вас раздражать, госпожа. Но я нашел письмо, которое вам следовало бы прочесть. Ты не будешь мне указывать, что я должна делать. Это письмо, которое Сиана написала убийцам. Может, тебе и правда стоит его прочесть? Только два. Лютик, прочти его. Слух для меня. Что ж, пока все так же. Может быть, и реакция изменится? Учитывая, что раньше я начинал с обвинения. А здесь я не обвиняю. Теперь займись книгой. Анна Генриетта понятия не имеет, что такое сочувствие. Ее сердце холодно. Ты вырвешь кусок льда из ее груди. Моя сестра не могла такого написать. Есть доказательства. Нет. Не верю. Кто-то хочет очернить ее в моих глазах. Я не допущу этого. Вы слышите меня? Спокойно, Генриетта. Все хорошо. Нужно уничтожить это гнусное письмо. Слышишь? Чтобы никто никогда его не прочитал. Никогда. Не, я так и сделаю. А ты убирайся отсюда. Это все ты виноват. Убирайся, слышишь? Не желаю тебя больше видеть. Никогда не поверю, что она была способна на что-то подобное. Лютик, скажи, что это неправда. Скажи, что это неправда. Похоже, что вне зависимости от варианта ответа, княгиня будет реагировать так же бурно. Что же, ребята, это все мы с вами, так сказать, посмотрели. Альтернативный вариант. И вот что будет, если мы с вами не подберем ленточку. Целая череда событий. Вообще, очень приятно, что разработчики уделяют внимание таким деталям, как то, что ты вроде бы не взял какую-то мелочь, но такие изменения в сюжете. То есть, ну, это очень-очень большие. То есть, во-первых, локация меняется, во-вторых, отношение главных героев Геральту. И мы видим Лютика. Причем дважды, дважды, ребят, целых два раза видим Лютика. Что же, это очень круто, ребята. Но это еще не все. Нам с вами предстоит открыть хорошую концовку, а также увидеть древнего вампира. Так что, из трейлера, из трейлера, того самого, которого CD Projekt Red нам показывали, но при определенных обстоятельствах мы его не встречаем, а лишь узнаем о том, что он вообще существует. Что же, ребята, увидимся в следующей серии. Это далеко не конец. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк, если вы оценили старания. Подписывайтесь на канал, если вы новичок. И, так сказать, ждете новых видосиков. Ну, и делайте репосты в ВК. Думаю, вашим друзьям будет интересно узнать. Узнать, что же будет, если ленточку не дать Сиане. Пока, ребята. И до следующего видео. Пока.